А началось заседание с вопроса о присвоении Галины Тигревне Удовенко звания почетного жителя города. Но поскольку в отношении Галины Тигревны было начато административное разбирательство, решение о присвоении ей звания может быть пересмотрено через год, после того, как закончится действие административного правонарушения. Наконец-то со времен прошлой каденции изменена структура самоуправления. По решению Совета с 1 октября в мэрию будет принято еще пять работников. Появятся сотрудники общественного порядка и три специалиста, которые призваны заниматься вопросом о пошлине, взимаемой за вывоз мусора. На их зарплату в год потребуется сумма в размере 62 300 евро. Таким образом, число работников самоуправления увеличится на 5 человек, до 227 сотрудников. Но рекорд нынче поставили народные избранники при обсуждении вопроса о тарифах на вывоз мусора. Этот вопрос они обсуждали несколько часов. Сегодня у нас в городе с отходами бардак. Возле каждого контейнера куча мусора. Люди вывозят в леса, в сады, где может там и вывозят свой мусор. Предприниматели также. Я наблюдала одну сцену, где там Деснай недалеко магазин. Посмотрите, какие отходы там лежат. От виски, ящики, от всяких виноводочных. Мы наблюдаем и эти факты представим. Так кажется. Но такого бардака в городе с мусором не будет. И рабочая группа по факту сложила прошлого года. Да, многие жители вывозят. И предприниматели в сады. Поэтому факт такой, что в прошлом году было большое количество. По факту, по счетам. И мы всегда сможем пересчитать. Всегда. По факту. Честно, прозрачно. Чтоб ни жители не переплачивали, ни предприниматели. И к этому должны мы прийти. И этот, это будет. Вот сейчас, поэтому этот вопрос очень важный. Но вы, пожалуйста, спуститесь на землю. И думайте, что мы не имеем права нарушать законы. И с 1 июля это должно быть принято. Я выступаю сейчас от всех садоводов. Не только от Павасовис. От садоводов всего нашего города. Предварительно вчера и сегодня я беседовал со всеми председателями садоводческой общества. Мы пришли консолидированно к одному и тому же мнению, которое я сейчас хочу вам изложить. Садоводы совершенно не сомневаются в компетентности той рабочей группы, той комиссии, которая была создана. Они только сомневаются в правильности подсчетов. А неправильные ли они были? Вот у меня сейчас в руках Павасовису все САСКО это сфактура за 2016 и за 2017 год. В которых четко отражено, за что мы платили, как мы платили за вывоз мусора. В 2016 году я сейчас про Павасовис. Такие же аналогичные цифры есть и по другим садовым обществам. В 2016 году Павасовис вывез 216,69 тонн мусора. При этом заплатив 13 525,50 евро. Если разделить это на количество садоводов, 1800 садоводов, то получится 7,51. Что сюда входит, в эту стоимость? В эту стоимость входит освежимость мусора, то есть вывеска до самого мусора в тоннаже, потом использование механизмов и транспорта и погрузоразгрузочной работы. Так вот сам мусор вот в этих фактурах, он не доходит до 40%. Все остальное идет транспорт, погрузочные работы и наверняка административные заложены какие-то на високинобустос. Теперь в этом году уже за 5 месяцев вывезено по Павасовису 80,67 тонн. То есть видимая тенденция к снижению мусора на Павасовис. И заплатили 5,562 евро, что составляет на одного садовода 3,09. Возможно, да, здесь без учета повышения цены за мусор. Но если мы берем 40%, скажем, увеличиваем, я не думаю, что перевозки тоже должны увеличиваться. Если мы тонну за мусор умножаем даже в 2,5 раза, все равно не получается 21. Все равно не получается 21 с копейками. Все равно получится не больше 10. Вот вопрос такой. А можно ли это дело переписчитать так, что это было действительно сопоставимо с теми фактами, которые сейчас существуют для садоводов? Потом хочу обратить ваше внимание действительно, что садоводы, большинство садоводов это пенсионеры, которые, кстати, не имеют ни по одному, а даже по несколько, по два и по три бывает участка. И если с этих участков платить, представьте себе, какая сумма. Сегодня, на сегодняшний день, все взносы садоводов с 6 соток платят менее 50 евро. А мы хотим, мы хотим 22 евро платить только за вывоз мусора. Представьте, какие это будут деньги платить наши садоводы. Потом еще второй вопрос. И он самый главный. Скажите, пожалуйста, вот примем пошлины, все, вы примете пошлины, а кто будет деньги собирать у садовода? Если это будут садоводы собирать, садовое общество, то тогда вообще непонятно. В принципе, вот это вот все системы. Если это будет самоуправление создавать, то смотрите, не база сейчас, ничего еще пока нет. Я с трудом, в принципе, я с трудом понимаю, как это можно осуществить с 1 июля. Ну, поскольку наши расчеты назвали безграмотными, ну, грамотными в кавычках, значит, безграмотными, я должна объяснить, чтобы все поняли, и жители в первую очередь, что мы не кровожадные, мы никому ничего не приписывали, и надо понять, что если есть вся общая сумма вывоза мусора на свалке, которая учитывается, куда входят и юридические, и физические лица, и есть ее стоимость, то мы не можем ничего приписать, ничего дописать. Мы внедряли принцип справедливости, если, как сказал Ирландос, квадратный метр жителей составляет 30% от всего количества, а юридических лиц 70%, а платят наоборот. Жители 70% платят за мусор, а юридические 30%. Вот мы эту диспропорцию и попытались исправить. Я провела большой анализ, у меня вот есть все документы, я сюда с ними пришла за 15-16 год. Хочу ваше внимание заострить на том, что в 15-м году фирма, когда считала, набрала в основном 15-й год. За год очень многое изменилось, и мы брали данные более свежие за 16-й год и более реальные. Данные нам предоставляла ВИСа Генобустас, и брали мы их не у начальника транспортного цеха, а у экономистов, которые за эти данные отвечают. Поэтому данные мы использовали точные. Могу вас заверить, что в 16-м году по сравнению с 15-м, вывоз мусора от юридических лиц по контейнерам увеличился вдвое. Это можно доказать легко на цифрах. Я для себя очень долго пыталась объяснить этот феномен, почему так произошло. У жителей, соответственно, уменьшилось. А потому что мы много в 16-м году говорили на всех уровнях и писали о том, что юридические лица не заключают договоры, не вывозят мусор, выбрасывают в общий контейнер. И, видимо, стали больше вывозить мусор, не видимо, а точно. Потому что, если посмотреть цифры от ведущих предприятий, то даже есть самое крупное предприятие в 12 раз больше. Да и самоуправление стало больше вывозить. Хотя ничего не изменилось. Вот, поэтому правильно Олег вопрос задал. Есть общее количество мусора, общая его стоимость. И мы перераспределили внутри. Мы не могли ничего ни уменьшить, ни увеличить. Иначе были бы или не покрытые затраты, или необоснованная прибыль. Вот это надо понимать. Администратор у нас самоуправления. И мы хотели, когда мы предлагаем ввести именно пошлину с 1 июля, то мы хотим облегчить задачу именно самоуправления. Потому что пошлина от имакоса от платы отличается только тем, что при пошлине не надо заключать договоры. То есть автоматически начисляется плата всем юридическим лицам. При плате надо заключать договоры. До сих пор это не сделано. Я думаю, что оно не может быть сделано еще в течение полгода. То есть те, кто не платили, те и не будут платить. И за все будут платить жители. Понимаете? Только при пошлине мы можем все-таки прекратить поток вывоза, выноса мусора в контейнеры жителей всеми, кто хочет. И вывоз на дачные участки. Тоже кто хочет. Это сейчас есть. Поэтому мы должны от чего-то оттолкнуться. Раз в год пересчитываются тарифы. И они будут пересчитываться в зависимости от реального, на тот момент, через год, количество мусора. Не будут возить на дачные участки. Будет резко уменьшаться тариф у садоводов. Не будут выбрасывать в коллективные контейнеры. Будет там увеличиваться. Юридические лица тоже, если все будут платить, будет увеличиваться у них. Вот и все, что мы хотели. Не надо нас представлять какими-то тут, не знаю, монстрами, которые хотят всем сделать плохо. Мы долго работали. Это большой труд. Спасибо специалистам самоуправления и директору, что обеспечил нас всем необходимым. И мы могли на стене демонстрировать на каждом заседании цифры и все вместе их обсуждать. Кто ходил на заседание, он мог высказать свое мнение. Он все видел. Понимаете? И все было ясно и понятно предельно. Поэтому я призываю вас все-таки проявить мудрость и принять тарифы, которые для жителей очень важны. Вот могу цифры вам привести к ветру. Мы уже посчитали то, что предыдущая фирма считала уже с повышением во рту мокистиса в два с половиной раза. Кстати, для садоводов не на 17%, а на 23% повышается плата из-за повышения во рту мокистиса. Если сложить в целом квартиру, допустим, квартира есть в семье, гараж и дача. Квартира 50 метров, гараж и дача. Сравниваем. В целом для семьи в год 94,82 евро. Это по тем расценкам, которые считала фирма с учетом повышения во рту мокистиса. По нашим 63,92. 94,82 и 63,92. Думайте сами, кому выгоднее эти тарифы? Наши и те, которые вступят в действие, если вы не примете наш. Объем мусора один. Если мы явно видим из данных, которые мы получили от Висагина Бустаса и от данных, которые представили садоводческие товариства, что уже этот достаточно большой кусок посчитан неправильно, то еще раз повторюсь, значит все остальное автоматически посчитано неправильно. То есть мы можем вообще пройтись по каждому пункту. Я уверен, что на 50% этих пунктов не будет методики, как оно рассчитывалось. Потому что, ну, мое мнение, что многие цифры брались от головы, просто подгонялось под общую кучу. Вот. Четко один крупный пункт доказан, что посчитан неправильно. Потом. По мусору, который юридические лица и физические. Во-первых, если вы посмотрите заседание совета, когда было остановлено действие тарифов, которые предлагала администрация, то основная критика на администрацию была за то, что она хочет задушить бизнес. Сейчас, получается, тарифы для бизнеса стали еще выше. Так какой смысл был то говорить? Получается, что тогда было важно сказать лишь бы что, но что постановить это. Вот. Заблокировать. Вот. Потом. По мусору. Правильно ли разделять на квадратные метры? Ведь мусор генерируют люди, а не квадратные метры. Вот. Когда юридические лица придут и задекларируют сейчас неиспользуемые площади, неиспользуемые площади, то кто будет оплачивать эту разницу? Эту разницу, получается, ляжет грузом на бюджет самоуправления. Ответственно ли принимать такое решение? Считаю, что неответственно. Дальше. По пресловутому Варту Мокистису. Все прекрасно знают, ни для кого не секрет, почему он повысился. Потому что абсолютно неправильно были произведены расчеты по количеству центров утилизации, по их мощностям. Мы все, жители, становимся заложниками чьих-то неправильных расчетов и реализованных планов. Поэтому отстаивать позицию, при которой это не наша проблема, что кто-то плохо сделал свою работу. Повторюсь, не наша, не жителей. И мы призывали еще полгода назад, что вопрос надо ставить именно таким образом. Ничего в этом направлении не сделано. Мы написали письмо, обращение в Аплинкос-министерию. Я надеюсь, оно уже завтра будет рассмотрено. У нас есть озвучена проблема, у нас есть примерно видение, как ее можно начать решать. Но я считаю, что сейчас предлагаемые тарифы абсолютно несправедливы и посчитаны некорректно. Еще хочу напомнить, что по объявлению конкурса на вывоз мусора и по подсчету тарифов для жителей На территории Висагина-Бустоса лежит сейчас мертвым грузом 7 подземных контейнеров, за которые были заплачены деньги чьи жители, сумма которая превышает 40 тысяч евро. Этой суммы хватит, полтора года вывозить, эквивалентно стоимости полтора года вывозить мусор со всех приусадебных участков. Поэтому предлагаю отложить действия именно этих тарифов и побыстрее по городу решить вопрос именно установки запланированных этих контейнеров, на которые потрачены деньги. Плюс параллельно решить вопросы с мусорными контейнерами из подъездов, потому что тоже могу привести хороший пример, когда организованная площадка сбора мусора во дворе Сидулинас-23, эта площадка находится ближе к домам, в которых стоят мусорные контейнеры, это девятиэтажка там и два дома пятиэтажных, где четыре еще мусора, то есть пять мусорных контейнеров. И еще там же находится площадка для сбора мусора, которая, по всей вероятности, делалась для пятиэтажных, которые по расстоянию дальше от нее находятся, чем девятиэтажные. Смысла содержать уже пять контейнеров вот этих и вывозить мусор нет никакого, абсолютно, когда уже там все подготовлено. Вот это есть реальная экономия и то, что реально сможет изменить условия проведения конкурса на вывоз мусора из города, увеличить конкуренцию и, соответственно, снизить цены на вывоз мусора и уже объективно понизить тариф для всех. Поэтому считаю, что тарифы на сегодняшний день, даже если нет возможности просто отложить тарифы, то тарифы, которые предлагала администрация, сейчас они более справедливы, на сегодняшний момент более справедливы, чем те, что предложены. Ничего не сделано для того, чтобы ввести пошлину с апреля прошлого года. И в этом мы не виноваты. И люди остались заложниками. Если бы мы ввели пошлину раньше, мы могли это сделать, допустим, с 1 января, то уже не было бы, никому бы в голову не пришло, если бы всем начисляли плату по пошлине без договоров, никому бы не пришло в голову возить на дачи мусор или выкидывать юридическим лицам в общие контейнеры. У нас была ситуация, у нас член рабочей группы, который шел на заседание по подсчету тарифов, на его глазах из одного учреждения вывезли мусор, выбросили в общий контейнер. Понимаете, с треть бела дня. И это будет дальше продолжаться, пока мы не ведем пошлину. Раз в год, еще раз повторяю, пересчет по постановлению правительства должен быть. И когда мы доработаем базу, когда мы будем знать, сколько у нас неиспользуемых помещений, то через год у нас будет уже совершенно реальный тариф. Понимаете, надо с чего-то начинать. Если мы сейчас составим, вступит в действие непошлина то, что фирма насчитала плату, у нас опять будет тот же беспорядок, о котором говорила уважаемая мэра. Опять будут и в леса, и куда угодно выбрасывать мусор. Поэтому я призываю вас включить мудрость и действовать в интересах избирателей. Потому что в целом люди только выиграют от этих тарифов. Я вам только что привела примеры, сами можете посчитать. Люди могут посчитать. Не будет людям плохо от этого. И самоуправлению не будет плохо, если мы ведем именно пошлину. Игорь, хорошо сказал, что если одна цифра неверная, доказали, не доказали, то и по цепочке все остальные цифры неверные. Просто Игорь назвал одну цифру, 3037 садоводов, это более половины жителей города. Я сомневаюсь, что эта цифра верная. Поэтому, соответственно, участки, опять же, у одного жителя может быть несколько участков и так далее, и тому подобное. Я сомневаюсь, что 3037 участков, это больше половины жителей города. Да, 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 да. Патриотам везде у нас дорога. Хорошо. В этом всем тарифе, который вот сейчас в этих всех цифрах посчитан, есть только, по моему глубокому убеждению, два минуса. Безусловно, первый минус, ну, в кавычках, это то, что повышается для бизнеса, представители которого у нас активно сейчас и пытаются выступать. При этом факт в том, что с 2015 по 2016 более чем в два раза увеличилось количество мусора от юридических лиц, просто риторический вопрос. А кто в 2015 году платил за этот мусор, которого не было? С какого перепугу у юридических лиц так резко вырос мусор? Куда вы его девали в 2015 году? Это как бы общий вопрос. Где он? И кто за него? И кто за него? Платили жители. Ну, что вы, это самое, как можно? Отвечать можно, нажав кнопочку, безусловно, и в процессе, так сказать, это. Вторая самая большая проблема, это то, что до сих пор у нас нет одной из составляющих тарифа. Это перевозчика. Тут, как бы, говоря, опять же, то, что Олег поднимал вопрос об ответственности. В законе указано, кто кому предписывается выполнять решение совета. В данном случае уже на протяжении 15 месяцев не выполняется решение совета. Никаких объективных причин для его невыполнения ни разу нигде не было заявлено. Вот только на комитете была названа фамилия, Игорь тоже намекал, что есть какие-то данные, что кто-то там как-то, но это опять же, то есть разговоры ни о чем. То есть, вот есть только два момента. Все остальное это абсолютно четкий социальный принцип, когда жители не должны платить за бизнесменов, у которых есть возможность не платить, не подписывая договора и прочими способами как-то избавляться от этого мусора. Вот и все. Поэтому я предлагаю голосовать за. Не всем бизнесменам цена поднимется, а многим и на много раз уменьшилась, подходя к реальным. Конечно, к другим она увеличилась или будет увеличиваться, но за счет жителей не должны жить и не должны не платить предприниматели. Так что это все расчеты сделаны были более к факту и давайте будем ближе к факту. Не пройдет и года, пересчитаем, посмотрим. Давайте будем расфасовывать эти материалы, макулатура с макулатурой, железо с жигалезу и все будет ясно. Никто, никому, никого сильно на 100% это все расчеты не устроит. Никто, никого и никогда и никогда, но мы шли к такому пути, чтобы меньше платили бы люди, жители этого города. Я хочу войти в очень недалекую историю. Полгода назад было такое собрание, когда мы поднимали этот вопрос и считался вопрос по квадратуре. И то же самое мы говорили, как сейчас Йонас сказал, я согласен, что довольных никогда не будет так, что довольны будут все и бизнес, и садоводы, и жители и так далее. У кого-то бизнес связанный с одной специальностью, у кого-то расценка меньше, у кого-то больше и так далее. Но я просто помню это время, я участвовал на собрании в Аукштадте, делали такое довольно-таки массовое собрание. Там было больше, ну не знаю, 30-20 предпринимателей, были представители садовых товариществ, были жители, была инициативная группа. И там, ну очень было все эмоционально, очень большая была вылета критика, ну не очень лестная. Вот Эрландас сегодняшнее свое представление начал со слов, что ну это непопулярное решение, это действительно непопулярное решение. И тогда, когда мы говорили про это все, вылилось действительно много грязи. И чуть ли, у меня, я когда там находился, у меня было ощущение, что у нас не 25 членов совета, а 2-3. И на нас все там лилось, ну не буду рассказывать подробности, кто был, тот это видел. И тогда это решение остановили, и мэр создал рабочую группу, чтобы решить эту конфликтную ситуацию. Потому что и тогда было жителям цена меньше, да, она была несущественно меньше, как сейчас, но тем не менее она не повышалась. Повышался только в арту Мокисис, на который мы влиять не можем. Хоть мы и говорили господину Бобялису из Ураца, что мы против этого, но наше мнение, как мы все знаем, никому не интересно. Это решает непосредственно Урац сам. И тогда была создана вами рабочая группа, и много было критики от бизнеса на том собрании. Просто те люди, которые там были, я надеюсь, они посмотрят и вспомнят этот вечер. Может быть, они хотя бы перед самими собой заберут свои слова обратно, что они говорили тогда. Они очень серьезно критиковали саму методику подсчета по квадратуре. Я думал, что создастся рабочая группа, в которую были включены те самые организаторы, те самые яростные люди, которые отстаивали тогда, полгода назад, эту позицию. Сейчас мы видим с вами решение, что поменялись только из одной строчки, грубо говорю, из одной строчки в другую перекинуты цифры. Одним чуть-чуть меньше, вторым чуть-чуть больше, но как мы все пришли к одному консенсусу, что сумма массы мусора не изменилась. И опять же, что я вижу из СМИ, что я вижу, общаясь с другими, опять же, те же самые инициаторы тогда, которые были возмущены, возмущены сейчас так же само. Так же само, те же самые люди, те же самые садоводы, все пришло к то же самому. Чуть-чуть поменяли цифры, одних обрали, но те же самые недовольные люди. И сейчас я вижу, что рабочая группа, конечно, она работала, но к чему мы пришли? Опять этот конфликт не решен. Опять будет масса, масса предпринимателей, которые тогда объясняли, что, ребята, у нас оборот, вот я как сейчас помню, не буду называть предприятие, он пришел и сказал, у меня оборот там 15-18 тысяч евро в год, у меня два работника, и у меня там больше пяти тысяч еще с тех времен осталось площадей, и они у меня никак сандились зарегистрированы. Вы просто меня обанкротите, вы просто убьете, и сейчас я смотрю, но осталось то же самое. Поэтому я, честно говоря, сделал вывод такой, что ни к чему не пришли, совершенно сделав эту рабочую группу, то, что поменяли копейки туда, я имею в виду позиции одну на вторую, считаем так же само по площади, и те же самые люди остались недовольными. Просто когда в следующий раз будете критиковать и там высказывать такие неприятные всегда вещи, сейчас пришли к тому же самому, вот и результат, вот и все. Я была тоже на том заседании, когда был скандал, и опять те же недовольные, они будут всегда при любом решении нашем, если будем еще хоть 10 раз пересматривать, все равно будут недовольны. Каждый из членов совета мог прийти на нашу рабочую группу и поучаствовать в обсуждении, в пересчете и сказать, как бы они хотели. Но люди не приходили, а теперь критикуют. Что касается грязи, то теперь на нас она льется, на меня Орландо Саи, Дмитрия Конникова, можете в ТТСе почитать, почему-то нас вот из всей рабочей группы выделили. Ну ладно, переживем. Мы, Александр, к сожалению, не можем сегодня отложить на месяц вопрос, потому что нормативный акт и через комитеты это предложение не прошло. И одним месяцем никак не удастся обойтись, потому что мы очень большую работу в течение нескольких месяцев проделали, сбор и анализ данных. Еще раз говорю, ничего не приписывали, вот даже могу показать данные по бюджетным учреждениям, повысилось количество мусора и в бюджетных учреждениях, от этого никуда не уйдешь. Понимаете, если мы будем начислять меньше, то будет больше у жителей, это будет несправедливо. Мы сейчас как никогда приблизились к факту. Через год пересчитаем, уже не будут никому никто подбрасывать и будем знать тогда реальную картину, надо начинать. Три года мы не можем вести пошлину, другие города уже почти все ввели, а мы в ущерб жителям это все делаем. Я понимаю, что, конечно, предпринимателям хочется, чтобы у них был тариф в несколько раз ниже, чем у жителей, но это несправедливо, такого нет ни в одном городе. Поэтому давайте, призываю вас, прошу вас голосовать за эти тарифы и через год всем поучаствовать в пересчете, посмотреть, какая будет реальная картина, и вы увидите, как у садоводов меньше будет мусора, они будут выбрасывать и у жителей, и тогда будет еще более справедливый пересчет. Я согласен с тем, что никогда не сделаем, чтобы все были довольны, но возможность уменьшить недовольных число всегда есть. Просто если мы тоже, я считаю, мое личное мнение, что пошлины это более правильное решение, введение пошлины, но если вводить так, как написано, как предлагает рабочая группа с 1 июля, с какими мы столкнемся тогда сразу же трудностями? Во-первых, на основе каких юридических договоров Висогина Бустос будет продолжать вывозить мусор? Первый вопрос. Второй вопрос, это то, что пошлина подразумевает оплату жителей, оплачивающих счета раз в три месяца. Однако перевозчику нужно оплачивать ежемесячно. Это примерно около 75 тысяч евро в месяц. Значит, в самоуправлении должны быть сразу же намечены в бюджете свободные оборотные средства в районе 150 тысяч евро, чтобы оплачивать, потом после трех месяцев идет возврат. Сможем ли это сделать? Плюс сразу же возрастают нашим бюджетным учреждениям цены на мусор, некоторым даже в шесть раз возрастают, что тоже нужно дополнительных средств из бюджета. Так предусмотрели ли мы все эти детали перед тем, как вводить? Поэтому мое личное мнение и мнение нашей команды, что пошлину надо утверждать, эти тарифы. Их можно будет доработать. Я считаю, что хорошей идеей была Инги Станкиовични, что когда будут утверждены вот эти цифры, которые разработала рабочая группа, они будут введены в систему. И уже первые счета, пробные, которые будут написаны, что они в тестовом режиме, да, прелиминарные, высланы будут всем юридическим лицам, физическим лицам. Тогда юридические лица засуетятся, те, кто действительно по факту не использует свои помещения, тогда займутся переоформлением. Тогда мы сможем уже перед первым января пересчитать и уже более правильно распределить, более справедливо разделить коэффициенты. Потому что сейчас получится, как такое, даже как крупные предприятия, где буквально пару рабочих, они тоже введены в тариф, поделены на всех. Но они сразу же переоформят, вместо 40 тысяч квадратных метров используют, что они только тысячу используют. Тогда вместо 20 тысяч евро они заплатят тысячу евро, но те 19 тысяч евро получатся, опять же, в подвешенном состоянии, опять же, будут считаться убытком самоуправления. Потому что вот когда в Укмерги ввели, то практически за год после Ринклевы, насколько знаю, около миллиона убытка потеряли. И собрали всего в районе 60-50% всего от тех, которых были запланированы. Поэтому, мне кажется, гораздо было правильнее бы, учитывая все эти нюансы, голосовать за решение, за эти цифры, но действия с 1 января 2018 года. Те документы, что нам предоставлены, они полностью позволяют ввести эту пошлину с 1 июля по одной простой причине, так как начисление будет раз в квартал. То есть администрация спокойно начислит за 3 месяца подготовить данные, и, так сказать, тестовые счета, как вы говорите, они придут в октябре месяце. То есть за это время можно, ну, хоть ошибиться, даже от безделия это все сделать. Конечно, есть будет проблема небольшая с оборотными средствами, но она будет и завтра, и послезавтра, и проблемы в этом плане тоже никакой нет. В принципе, это решение, которое сейчас, я вот еще раз послушал и для себя принял, наиболее взвешено на данный момент. Если мы говорим про садоводческие общества, значит, я понимаю, что кто-то говорит, я там посмотрел, бусто сдал мне там какие-то цены на машины, сколько-то. Фактически, это наш, да. По нему и просчет был. Представитель сообщества тоже, скажем, говорит, да, вот в этом квартале мы уже, говорит, меньше стали этого мусора. Но почему он не скажет то, что благодаря администрации, которая раньше установила контейнеры, и часть мусора, который был в Павасарисе, он сейчас собирается в статибненькости, когда раньше вообще там ничего не собирался. Группа ориентировалась всегда только, и я просмотрел, на те цифры, которые фактически вывезены. Фактически. От этого надо и плясать. К сожалению, в куларах, вот мы тоже разговаривали, меня это в начальной стадии удивило, как еще и в прошлом году. Как, мол, может быть там, говорит, фирма получила одни данные. Мы говорим, откуда вы взяли? Нам типа бусто сдал. Потом через неделю цифры совсем другие. Но это уже совсем другая работа. Это уже не работа администрации, что ли, когда цифры, они одни и те же, они не могут меняться. Если вывезли столько-то, вывезли. Другой момент, что если мы хотим еще дешевле, чтобы было, надо работать ту работу, которую должно делать самоуправление. Мы понятно, что хорошо, опять же, как я услышал, помахали ручками, а это УРАЦ поднял и туда-сюда. Мы акционеры УРАЦа. Кто проверил, хоть скажите, их цифры, дали? Даже человека не послали, когда я спрашивал на комитете. Так если мы так и будем подходить, что вот это они подняли, и мы тут ни при чем, у нас всегда будут большие цены. А раз мы акционеры, раз мы акционеры, мы должны контролировать. И я сам знаю, когда я работал, и часть самоуправлений просто относились вот так же вот. И приходило, когда УРАЦ представлял сумасшедшие сметы, поднимал мэров на уши, так сказать, чтобы они своим представителям блокировали эти решения. Но это надо работать. Если говорить про договора, так сказать, договоров не надо сейчас для пошлины. Тоже это, в принципе, все вопросы решаемые. Но если мы не принимаем решения, мы, еще раз говорю, входит 228-е, там еще будет больше бардак. И договоры, и туда-сюда, и это вообще администрация закопается. Я слышал сейчас комментариев юристового управления, что можно принять ринкляву, а сделать так, чтобы пошлины действовали с 1 января. Если я неправильно понял, так, ну, поправьте, пожалуйста. Первый пункт. Решение совета можно отложить в действие. Первый пункт. Нельзя, потому что это первый пункт, через комитеты не прошло. Прошло все действие. Поэтому я еще раз хотел повторить, ну, мне все равно непонятна ситуация, при которой основной причиной полгода назад для отмены предлагаемого администрацией решения было то, что создаются плохие условия для бизнеса. И садоводом. Проблемы остались те же. Так что поменялось? Потом, почему сейчас, непонятно, как-то стараются представить, что там, вот, даже говорят бизнесменов, как будто это какая-то маленькая отдельная кучка, которая там сосет с кого-то деньги или существует за чей-то счет. Хочу напомнить, что в нашем городе люди работают или на бюджетных учреждениях, или в частных. Остальные пенсионеры, которые по большей части являются дачниками. Так если эта система ухудшает финансовое положение бюджетных учреждений, практически всех, если она в текущем без пересчета системе ухудшает положение бизнес-структур и ухудшает положение дачников, так это все есть жители города. Так почему мы отделяем нескольких, получается, десятков человек, которые не относятся ни к пенсионерам, ни к работникам бюджетных учреждений не бизнес-структур, а от остальных? Но это неправильно. Это все жители города и все взаимосвязано. Поэтому я бы предложил все-таки попробовать запустить эти тарифы в тестовом режиме для того, чтобы была возможность их справедливо пересмотреть и чтобы каждый реально платил за свой генерируемый мусор, который в большей части генерируют люди, а не квадратные метры. Спасибо. Мы возвращаемся тому, что у нас будет пошлина. То, что было принято в 2015 году. Если бы оставили мы тариф, то есть тогда нам надо было, администрация является администратором, надо было с каждым физическим лицом, каждым жителем, юридическим лицом сделать договора. Это опять очень много работы, а сейчас пошлина будет собираться по регистру центра, регистру центра, которые есть данные в регистру центра. Поэтому все устали, я понимаю, что очень сегодня тяжелый совет, но совет очень ответственный, и каждый член совета должен решать вопросы жителей, предпринимателей, которые живут в нашем самоуправлении на территории, и садовых участок, которые тоже очень волнуются за это пошлину, за это решение. Но я хочу всех успокоить, и садоводов, и жителей, мы обязательно будем пересматривать раз в году, если надо будет и чаще пересматривать нашу пошлину, будет пересчитано. Если в 2016 году было очень было вывезено много мусора из садовых участок, получился такая пошлина, и такой тариф, как говорится, а сейчас пошлина с первого, не надо на это обращать внимание, будет все пересмотрено, в целом остается все так, как есть, жителям будет уменьшаться, а юридическим лицам также будем пересматривать, но юридические лица обязаны пересмотреть свои помещения, обязательно. В результате решено, что пошлина будет введена с первого июля. Новые тарифы через полгода, с первого января, а уже в ближайшее время жители получат тестовые счета, которые будут перепроверены и уточнены. июля. Спасибо. Продолжение следует...